Христос воскресе! Воистину воскресе, мои дорогие друзья! Я сейчас отправляюсь на ночную службу, но вы уже будете смотреть на следующий день этот ролик, поэтому уже Христос воскресе! Христос воскресе! Ну что, не смогла я в 5 часов встать? Мы пришли только в 4, и очень хотелось спать, поэтому сейчас бегу, опаздываю, ну куда деваться, теперь хозяйство на мне, и приступим! Если по чесноку не заходило в домик, не заходило в домик после того, как Сергей Петрович уехал, распрощались с ним накануне, получается, накануне Пасхи, накануне праздника, даже не могу открыть домик. Да уж! И небольшую подляночку он мне все-таки кинул на прощание. О, все вроде бы. Ну, тут как бы не особо страшно, я имею в виду, в подлянке. Я бы попросила просто по-человечески мне сказать за полдня о его отъезде, чтобы проверить хозяйство, пройтись там, домик осмотреть, проверить дельные аппараты, инвентарь. Ну, как вот обычно, человек ко мне приезжает, который собирается у меня работать, я ему сдаю хозяйство, он мне должен обратно его сдать. Сдача, приемка. Вот, он не сказал нет, не сказал там, вроде как утвердительно там кивнул. Это было вчера утром. Вот, а потом после ужина, вчера, когда я приехала уже второй раз, после Мичуринская, вот, шла ребенка подмывать ванну, он мимоходом, я поеду ночью. Я говорю, в смысле ночью? Я говорю, я же просила заранее сказать, чтобы я посмотрела. А что там смотреть-то, все нормально. Я, знаете, честно сказать, я не сомневаюсь. Сергей Петрович человек честный, добрый, хороший был работник. И вряд ли он хотел меня там как-то обманывать и что-то у меня красить. Ну, мусор, конечно, мог бы и сам бы за собой убрать, а то как-то... Не столь важно. Короче говоря, Бог с ним, пускай едет. И дай Бог, чтобы приехал, живой, здоровый. Спасибо ему огромное. Все голодные, все есть хотите, да? Ну, вот, как я вас понимаю. Хочу обратиться к своим зрителям и попросить помощи по хозяйству. Кому хочется устроиться ко мне на работу, милости просим. Условия предоставления этой работы будем обсуждать в Телеграме. Потому что, мягко говоря, так, как было раньше, может быть, не будет. Может, и будет, не знаю. Я пока не решила. Леша со мной тоже был на службе, тоже нарядили встал, да, Леша? Да. На место. Лошадь прям подогнала, помогла. Алешечка. Тогда сейчас пристегнешься, бери, ладно? Пристегнешься, бери, да, или на аппарат. Даже кучить хотите, да? Придется подождать немножко. Лешка. Коровы дуются где-то 5-6 минут. Я за это время успею еще кое-что сделать. Покормить телят. Может, тут ведра стоят со вчерашнего вечера, да? Ой-ой-ой. Как нехорошо. Прям очень нехорошо. Они же грязные, да? Да? Грязные. Ну, вообще, управляться и снимать ролик, это не очень, потому что, ну, как не очень, мне не привыкать, я все время так делаю. Другой вопрос, что это, конечно, притормаживает работу. Я думаю, что с Лешкой мы за час уж прям точно управимся на первых парах, чуть подольше, потому что все равно Леша уже подзабыл, он давно не управлялся. Ну, а я... Я постоянно хозяйствую, ту одну, ту другую. Сейчас. Пойдем сейчас коз загоним. Так, говоришь, возможно, да. Ну, все правильно, собрал. Молодец. Я меняю воду после каждой коровы, но вот в данном случае пришлось еще два раза сменить воду, потому что умка вся угваздилась. У нас дожди шли, грязные, там они месят, а ночуют, они там, у нас в пригоне. Но я грязных коров, как вы сами знаете, не люблю. Тоже стоять около нее не буду, она уже дуется давно, хорошо. Пойдем коз начнем дарить. Надо подальше было, в лестницу. Полноценные ступеньки были, и они так не привыкли, Леша. Выдвигай ее до конца. Ну, ручками, ручками. За вторую ступеньку взялся и ручками вытащил. Она катается. Вот. Так. Ну, что моя радость? Ну, и все. Нормально. Чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. Так, я переключила уже двухкоз, еще двухкоз. Сейчас выпускаем коров, чтобы сразу после дойки как или на улице, на улице. Пошли. Давай-давай-давай. Сейчас пить пойду. Так, надеюсь, там автопоилка работает. Насыпать. Там две пятнистые. Одна старенькая, я думаю, ты знаешь. Да, вот ирис. Отпускай, отпускай, ирисов. Вот, молодец. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остальное нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот это 10 литров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, понятно, 20 литров. К нему прям кучей большой, чтобы он кушал всем. А вечером еще дадим на ночь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итого получилось 20 литров козьего, 20 литров коровьего, то бишь 80 литров молока в день. Правильно? Правильно. 80 литров. Еще немножко, еще чуть-чуть, и телят можно на улицу выводить. Тоже будет облегчение. Все, задвигай, и обратно. Че скажешь? Так, че там говоришь? Да или аппараты два будешь мыть, или навоз чистить? Где чистить навоз? Чистить навоз, да? Где? У козлят и у коров там, то, что там немножко накакано, набросано. Мне чуть легче сделать, наверное. Надо доильный аппарат помыть. А, еще молочко он отнесешь на летнюю кухню, вот эти два ведра. Вот это и то. Я тогда весь инвентарь мою, а ты доильный. Стоило там все, проходы. И у козлят. Пойдем, что ли? Ну, давайте, давайте. Козы, 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 козы. Красавцы мои. Какие же красивые родились в этом году. Те же мои детки. Козы, 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 козы. Просто немножко разобралась с лекарствами. А то все подряд навалим. А они не сухие, только они кажутся сухими. Они там прописывают, знаешь, как. Будь здоров, там попробуй один раз не уберись. Может, такое будет. Не хватает на объем бойлера, на помывку всего инвентаря, потому что нужна горячая, даже сильно горячая вода. А она такая уже прям прохладная. Поэтому доильные все, навесное все доильное я уже помыла, а вот бидон еще пока никак. Немножко пошел отвозить навоз. В принципе, мои дорогие, все. Больше у меня пока нет сил. Наберу сил, начну снимать еще более, может быть, подробные ролики или более веселые ролики. Самое главное, Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Всего доброго! До новых встреч! Пока-пока! Бегом-бегом-бегом! А, увидела у мамы! Все, держись! Держись! Давай-давай-давай! Держи! Держи! Держи!